Поздравим со стартом сезона. Меньше суток остается до первого важного матча. Буквально, наверное, тоже ваши ожидания. К чему готовились, чего ждете, что хотите видеть от своих игроков, чего ждете от соперника? Ну, понятное дело, что к сопернику готовились. А так, в целом, если брать, то готовимся к сезону. У нас много изменений в этом сезоне. Ждем только победы и хотим порадовать наших болельщиков и вселить уверенность в наших ребят. Насколько все-таки для БТ трофей будет значимым? Потому что если брать прошлый сезон для вас, то тоже новый вызов. И для команды, которая обновилась в том числе. Я не думаю, что только для БТ. Вообще незначимых трофеев, наверное, не бывает. И, как я уже говорил перед этим матчем, что если сезон начинается и стартует с матча за титул, то это вдвойне важнее. Поэтому мы хотим и победить, и уверенно начать сезон. Ну, да, покинуло много ребят нас. Но я не хочу про это говорить. Мне больше всего хочется сказать спасибо, что остались ребята. И продлили контракты такие, как Щербицкий, Саня Филиппович. Кто-то, наверное, кого-то еще забыл. Вилум, Тор Вилумсон продлил контракт и так далее. И это наше самое главное приобретение. Внимание, вас прошел Егор Филипенко. Считает, что матч за Суперкубом будет спорным и точным, без большого количества голов. А вам кажется, какое будет завтрашнее время? Здравствуйте. Пока не знаю. Завтра посмотрим. Я надеюсь, что будет все хорошо для нас. Я доволен из 1-0. Сколько голов будет, не знаю. Но мы играем, чтобы, конечно, сколько возможно больше голов забивать. Помнят ли в команде о прошлогодней игре, когда только в серии пенальти Шахтеров выиграл? Есть ли такое настроение реванша? Нет. Я не думаю о этом. Просто я хочу, чтобы наша команда хорошо сыграла. Это за нас очень важно. Наша команда сейчас молодая. Это значимо за нашей команде. Просто первый официальный мяч, чтобы мы выиграли, это самое главное. Вопрос для главного тренера. Какие есть кадровые новости? Кто травмирован, кто все-таки готов сыграть завтра? Да. Травмированы у нас Денис Щербицкий, Никита Некрасов и Тимофей Шарковский. Остальные все в строю. Может быть, конкретно ваши ожидания, как главного тренера от завтрашнего матча, это может быть первый такой серьезный трофей в вашей личной карьере? Да не может быть, так и будет, если все получится хорошо. Мои ожидания. Я, прежде всего, хочу, чтобы ребята делали то, про что мы говорим на тренировке, про что говорим и что нарабатываем. Потому что все-таки содержание игры, оно по ходу сезона, в течение сезона, оно важнее, чем отдельно взятый матч. Но, наверное, если этот матч за трофей, все-таки победа будет важнее. Но я хочу, чтобы победа была добыта таким способом, каким мы хотим играть в футбол в этом сезоне. Внимание. Вас спросил бы про атмосферу, может быть, раздевалки, как она изменилась. Вы сами упомянули, что команда помолодела. И действительно, как после ухода Нихайчика, Японского, Сидневича? Я могу сказать, что у нас все хорошо, атмосфера отличная. Я старший, тут еще 4-5 игроков. И мы, конечно, каждый день стараемся, чтобы помогли молодым ребятам. Просто у нас все хорошо. Просто это классный парень. Все нормально. Еще самое. Да, можно тоже говорить про главного тренера. Наверное, такой немножко более глобальный. Все-таки вы для БТ человек не новый. Но вот сейчас такой новый вызов – это основа клуба. Может быть, уже, наверное, перед сезоном были поставлены какие-то задачи конкретные. Вот с первой же игры, как должен выглядеть БТ, в какой футбол играть, что делать, может быть, как-то перестроить игру, на чем-то сделать акцент? Что конкретно обсуждалось? Ну, задачи по игре или задачи в плане титулов? Ну, наверное, все-таки ближе по игре. В какой футбол бы ты будешь играть, что будет показывать такой? Ну, руководство, видимо, понимает, в какой футбол, и видели люди, в какой футбол играли мои команды. Я уже, наверное, скоро буду 10 лет, как в этом клубе. Вот, и понятно, не хочется там красивыми словами как-то говорить, что атакующий, агрессивный и так далее. Но в игре нужен баланс. Мы с ребятами даже всегда говорим, когда мы атакуем, мы готовим оборону и наоборот. Вот, и если не получается сделать быструю атаку, не избавляемся быстро от мяча, переходим в позиционную атаку. То есть все такие основополагающие принципы, которые, наверное, важны для любой команды, для любого клуба, не только для БТ. Вот, и главное, чтобы ребята это делали. Это самое важное, чтобы верили в это и делали. Потому что вот эти моменты, про которые я говорю, они должны присутствовать в игре любой команды. Но надо в это верить и выполнять.